приветствую всех сборка 4740 новый игровой системный блок такой достаточный игровой так чтоб купить и наверно года на три на четыре его хватало для всех современных игрушек и ни в чем себе вы не отказывали но проблемы могут возник только если монитор какой-нибудь 4k и хочется играть на высоких настройках графики но если разрешение будет full hd стандартный обычный монитор то шустрый быстрый системник и самое главное на сегодня это все недорого мне кажется это самый низкий ценник который вообще существовал железо общедоступно еще никакого дефицита железа нет параллельный импорт работает он тот же стилинг с казахстана процессоры пачками тащит даже гораздо дешевле они чем в днс и 12 стоит 10 800 city киев порядка 13 половины в днс вот сейчас city link наконец взялся за голову а два месяца назад мы в стилинг и даже ничего не тарили слишком было дорого собран в корпусе кугор джемини м эти корпуса традиционно везет днс традиционно они у нас на сборках а кугоры мы покупали тогда когда был хороший скидос сейчас эти корпуса очень сильно подорожали немножко мы их модернизируем ну это связано с вентиляторами стоит обычный черный на выдув а мы здесь поставили с подсветкой еще и вместо одного здесь у нас три штуки поэтому смотрится корпус бомбически сбоку закаленное стекло толстое прикрыто со всех сторон металлом в общем такой идеальный небольшой и весьма и весьма продувной корпус причем стекло тонированная с рамкой в общем что еще мечтать классическая схема нижнее расположение блок питания огромное количество отсеков под жесткие диски под ssd корпус шире обычного здесь помещается принципе любой абсолютно железо даже систему водяного охлаждения на верхнюю панель можно разместить даже трехсекционную на переднюю скорее всего влезет есть эти вот прорези под эту водянку ну и спереди такая подсветка rgb который у нас регулируется с помощью отдельной кнопки системник вышел в 66 тысяч 600 рублей такая вот ровная сумма и по мне так а что еще желать современному геймеру бюджете до 70 вот пожалуй такая оптимальная сборка 12 серия процессоров поверьте поколение решает насколько мощно у вас процессор не ядра этот четырех ядерный 8 поточный процессор гораздо гораздо мощнее чем большинство шести ядерных и даже иногда и восьми ядерных процессоров тот же и 5 предыдущего поколения 5 иди 400 f оказывается что и слабее чем наш а и 3 10 12 100 приставка говорит о том что встроенной графики нас нету за счет этого процессор дешевле чем а и 3 12 где вполне неплохая встроенная графика но встроенная графика вы этого все равно будет слабее чем стройка в мд процессорах тут intel хороши именно про сами без стройки ценник лучше ценник ниже чем процессора в мд и мое мнение что сейчас мд в принципе нет смысла покупать но именно вот на данный момент времени может через какое-то время опять мд будут впереди как это было с разными пожалуй первого поколения когда у intel а была 9 серия процессоров и тут райзен и были интересней а и 3 12 стоев имеет базу частоту 3 3 до 4 3 гонится в turbo boost и не горячий процессор примерно 50 ватт потребляет заявлено что 89 ватт может кушать но по факту где-то 50 ну максимум 60 процессоры большие крупненький кристалл там больше чем в 11 серии перестали эти процессоры греться все 12 серии процессоры адекватны в отличие от той же 11 серии где склонны были к перегреву хватает даже оригинально интеловского кулера он даже не будет подбывать в отличие от его же на процессах ай пятых где потребление примерно 70 ватт но здесь стоит кулер айди кулинг с вентилятором 120 метров и тремя тепловыми трубками тдп заявлен 135 ватт соответственно можно этот кулер использовать и для более мощных процессов в том числе кашных где-то dp 125 ватт недорогая материнская плата здесь на each 110 чипсете с ddr 4 памяти от фирмы гигабайт 8 фас питания это до 120 130 ватт вполне будет хватать 8 пин колодка до питания с разъемом ультра м2 естественная версия пися экспресс 40 и 2 слота под оперативку 610 чипсет нас ограничивает частотой 3200 но можно использовать профильную память где помимо частоты будут еще и вкусные тайминги и здесь на помощь приходит такая вот интересная память не так раньше мы фирмы не так знали по ssd накопителям тут они начали выпускать и оперативку и обратите внимание 16 тайминге на частоте 135 достигается это путем включения памяти по профилю xmp есть один профиль по умолчанию память 266 и с применением профиля вы получаете вот эту профильную на низких таймингах память хотя никаких радиаторов нет но радиаторы для ddr4 памяти все таки это профанация скорее для красоты память стоит на сегодня 2100 рублей ну просто скажем так идеальная недорогая память для таких вот сборок хотя кстати у вас 1200 сокет пожалуйста по умолчанию на 2666 у вас 1700 сокет вот пожалуйста на 3200 можно запустить на даже простое платье но частота выше 3200 на самом деле для ddr4 памяти редко используется сейчас стоят две планки 2 по 8 сумме 16 видеокарты geforce rtx 3050 очень сильно подешевели это у нас ventus 2x atomos i обычная карта нерушная соответственно три года гарантия и rtx 3050 такая же карта как 1660 супер 16 сатья и по производительности но там где есть технологии длсс современных игрушках а это у нас тот же киберпанк там где используется лучи хуанга там производитель с видеокарты до 40 процентов увеличивается поэтому если хочется современную карту все таки это должна быть rtx rtx 3050 на 8 гигабайт с одной стороны rtx 2060 чуть-чуть мощнее с другой стороны все таки она устарела погорячее но здесь еще и для такой не горячей карты такая хорошая система охлаждения карта бесшумная все атрибуты нормально современной карты здесь присутствуют и тепловые трубки и два кулера и бэкплейт и внешний вид у карты просто бомбический в общем-то карта на которой все будет идти вот 6200 попугаев набрал тест и даже ну вот как раз уровень 1660 супер 1660 супер где-то 6000 набирает 5 800 6600 в зависимости от процессора вот питание термил тэйк light power сертификат 80 стандарт блока хватит и на более мощные видеокарты блоки тихие гарантия два года на термил тэйки недорогой блок из хорошо что они подешевелен но ssd уже давно наверное два или три месяца используем дигму сначала пару месяцев назад как-то было непонятно что за дигма с другой стороны 3 год гарантия чуть-чуть ни одного брака за все время мы перестали закупать какие-либо другие создан накопители патриоты а даты вот использую дигма до дата как показала практика нужен людям только объем за минимальные цены 3500 рублей сейчас стоит это дигма при объеме в 512 гигабайт ssd накопителя пришли обратно к своим ценам еще до военным и даже с учетом параллельно импорта все равно ценники ниже чем когда-либо были вполне получился симпатичный системник два вентилятора на вдох скорее конечно здесь больше для красоты один вентилятор на выдув продувная коробка спереди есть у нас отверстие ну и по цене 66 600 очень вкусный ценник за вполне неплохой мощный компьютер